Всем привет! Хотелось бы изначально поблагодарить Илью за приглашение, чтобы мы разбавили вашу сугубо техническую тусовку. Также вам спасибо большое за предыдущий доклад, это было очень интересно, возможно мы станем немножечко умнее, но точно сказать не точно. Если говорить, зачем нас позвал Илья, Лена более детально расскажет, может это осветить несколько вопросов. Да, 5 секунд до этого. Меня зовут Елена, это Антонина, представляем рекрутинговое агентство «Селекция». Соответственно, Илья, спасибо большое еще раз за то, что нас пригласил. Для нас это точно интересный опыт, насколько для вас это будет сейчас интересно, мы сейчас оценим. Соответственно, Илья изначально, когда нас пригласил, спросил осветить несколько вопросов. Первый из них, Антонина. Это какие, насколько вообще быстро и сложно дается поиск специалистов по направлению SAP BI. И на слайде представлены последние кейсы, которые у нас есть в работе, там были и есть, там с последних полгода год. И соответственно, там исходя из того, что мы имеем и имели, это где-то среднестатистическое, это полгода закрытия специалиста по SAP BI. Ну да, ну, например, можете видеть позицию, которая закрылась за один месяц, успех, но и при этом есть позиции, которые там с ноября 2018 года открыты. Соответственно, зависит от заказчиков, от условий, от локации и много чего другого. Помимо этого, можете видеть, что есть некоторые отмененные позиции. Это значит, что заказчик либо закрыл сам эту позицию, либо вдруг, чисто случайно, решил, что ему не нужен ни интегратор, ни API, и ни SAP, в принципе, ему тоже не нужен. Ну, бывает и такое. Думаю, на практике сталкивались. Вот, еще тоже хотелось бы сразу, наверное, отметить, то, что там у нас в агентстве есть позиции не от консалтинга, и мы работаем с российскими компаниями, там, возможно, в будущем мы начнем работать с иностранными, вот, но пока это в каком-то, возможно, воздревом будущем, но это не точно, опять же. И, соответственно, это тоже вызывает некоторые сложности в нашей работе, потому что сталкиваемся с некоторыми проблемами, и это, опять же, одна из тем, которые попросил нас осветить Илья. Вот. Собственно говоря, это главная проблема, это студенты только могут работать на салтингию. Но привели здесь некоторые стоп-факторы, которые возникают у кандидатов, когда предлагаем им те или иные позиции. Первое, это то, что кандидаты, в принципе, отсутствуют, которые в поиске. Мы сначала хотели написать, что отсутствуют кандидаты, которые готовы рассматривать предложения, а потом до нас дошло, что по факту это не так. В принципе, когда звонишь интегратору, то диалог строится следующим образом. Здравствуйте, здравствуйте, готовы рассмотреть, там, находитесь в поиске? Нет, я не в поиске, но рассмотреть готов. Обычно строится следующим образом. Думаю, знакомая ситуация. Кстати, на удивление, не знаю почему, но ваш модуль более общительный, чем, в принципе, все остальные. Наверное, связаны с тем, что больше бизнес-процессов и всего остального. Второй стоп-фактор – это желание работать на удаленной основе, либо по ИП, возможно, чтобы больше проектов брать одновременно и, соответственно, больше доходов. Как Тоня говорила, мы работаем с заказчиками не консалтинга, соответственно, чаще всего у них отсутствует вариант удаленной работы. Либо, если они предлагают удаленную работу, они могут сами достаточно быстро закрыть эту позицию, потому что ребят, которые готовы работать удаленно, на рынке достаточно много, в принципе. Третий стоп-фактор – это узкий рынок. Ну, как бы, о чем мы говорим? Вы оффлайн смогли собраться в таком большом количестве. Соответственно, онлайн вы вообще постоянно на связи. И, ну, я сама состою в двух ваших группах, где более, там, 250 интеграторов собраны. Соответственно, постоянно обсуждаете какие-то новые проекты, либо просто, ну, друг другу помогаете. Вообще, это очень приятно. Вот, я к чему клоню? К тому, что если появляется какой-то новый проект на рынке, какой-то действительно интересный и стоящий, то если он вам интересен, вы уже на нем. Соответственно, до нас он обычно не доходит в этом случае. Вот. Следующая проблема – это плохая репутация компаний-заказчиков круглых интеграторов. Бывает такое, что, в принципе, смотришь со стороны, проект интересный, доходы хорошие, иногда даже выше рынка. А условия нормальные. Но заходишь на сапфорум, и про этого заказчика можешь прочитать, что суровая дисциплина, ничего не выплачивается, все жестко, ребят, не идите туда. Соответственно, вот с этим стоп-фактором вообще очень сложно работать. Даже несмотря на то, что там эти сообщения были, может быть, в 17-16 годах датированы, то есть этим уже вообще невозможно пороться. Как бы сапфорум уверит гораздо больше, чем нам, в принципе, это не особо удивительно. А дальнейший стоп-фактор – это то, о чем мы уже говорили, мы работаем с российскими заказчиками. Многие настроены на работу за рубежом, либо дальнейший переезд за рубеж в силу того, что в России не все так гладко. Ну и, соответственно, это тоже является стоп-фактором. Ну и то, что пиащики дорогие достаточно, то есть наши компании – это не консалтинг, не интеграторы, не вендоры, то есть это не основной их продукт прибыли, собственно, сап. И у них вилка, ну она либо на уровне консалтинга, где проекты интереснее, чаще меняются, либо там немножко ниже, может быть, процентов на 5, чем дает консалтинг. И поэтому, ну и не все компании готовы двигаться. Либо готовы двигаться только после того, как мы уже полгода бьемся, показываем кандидатов дороже, они не могут подвинуться, и тогда мы уже начинаем общаться с бизнесом, чтобы помочь им. То есть мы заинтересованы в том, чтобы и они закрыли позицию, и чтобы у нас она уже все закрылась. Время теряется в любом случае на то, чтобы сначала собрать пул кандидатов, которые были не готовы на эту вилку. И вот обсуждая то, что пиащики дорогие, можно вернуться к первому слайду, который у нас соприветственный. Неспроста мы включили там две строчки. Недавно был случай в вашем сообществе, в Телеграме, мат, да, просто добавился новый человек, он даже не написал еще ни о чем, ни о том, что он хочет кого-то там к себе привлечь. Просто всем привет, 300. Ну, не каждая компания готова 3 миллиона платить в год за интегратора, к сожалению, нашему. Да. И еще. Ну, и, кстати, не всегда даже проблема в деньгах. Иногда заказчик, вот у нас есть позиция, мы сих пор работаем младшим консультантом с API, по деньгам там все, как бы младше, 200 тысяч зарплаты, ну, по визуальной картинке, как бы изи проект, который через месяц должен быть закрыт. То есть и компания должна быть счастлива, и мы. Вот. Ну, и кандидат, естественно, который туда вышел. Но по факту там нужен Джун, который там от года работал, который готов прийти на позицию младшего по требованиям, там типа медла, вот, показываешь медлов, они не готовы его брать, потому что... Ему будет неинтересно. Да, ему это неинтересно, то есть он уже перерос эту позицию. Даже несмотря на то, что он проходит по деньгам, по техскиллам, по всему, все, что указано, все идеально, но нет, не складывается. Ну, то есть, такие несостыковки тоже бывают. Ну, и кандидатам, естественно, тоже неинтересно, если он сейчас просто консультант, переходить на позицию младшего, даже несмотря на то, что денег больше, может, он там сейчас 150 получает, и его готовы более-мендан 200, ну, ему готовы плюс 200 дать, но ему это неинтересно чисто по вот этой карьерной лестнице. Ну, то есть, такие кейсы тоже случаются, даже не всегда деньги играют роль. Вот, ну, здесь опять же ваши вопросы. Но это к вопросу о том, что, в принципе, если интегратор в поиске, то через два дня он не в поиске. Буквально в июле был такой кейс, как раз Макс скидывает профайл кандидата, говорит, вот, он реально в поиске, найди ему что-нибудь классное. Находим ему что-нибудь классное, договариваемся об интервью, он говорит через два дня, ой, ребят, я уже приняну другой оффер, спасибо, конечно, но нет. Соответственно, буквально там пару дней, и уже интеграторы забирают куда-то. Да, то есть, если у нас заказчики, некоторые у нас заказчики бывают очень оперативные, то есть день-день отвечают, а некоторые, бывает, там через неделю ответят, ой, ну, там, мы сылаем резюме на английском, то есть такие кейсы тоже были, через неделю получаем ответ. А у него, случайно, нет на русском резюме, мы не можем расшифровать что-то. А еще через неделю ответ по резюме уже по-русски. Ну, то есть, в таком формате, естественно, тоже намного дольше будет закрытие. Вот, а еще один вопрос, который я просила рассказать и я, это типичный запрос от заказчика, то есть, у нас все заказчики адекватные, каких-то сверхтребований не запрашивают, просто главное, это покажите хоть кого-нибудь, вот, очень горит, проект срочный, и позиция уже важна, и вчера должна быть закрыта. Вот, то есть, там, испаноговорящих пиайщиков, там, не было таких запросов, или, там, сэнтимов, вот. Соответственно, ну, из основных, это, ну, чтобы у нас позиции, у нас нет маленьких позиций, то есть, вот, за исключением одной, в основном, это сеньоры, и, ну, вот, это один проект полного цикла, ну, соответственно, для всех консультантов запрос, и, там, от трех лет со стажа работают в API-по. Ну, сертификации, это как холлошопы, но не то, чтобы прям очень важно. Вот, и так как у нас уже почти все заказчики перешли на Хану, то, естественно, если это проект внедрения, то, ну, и у нас тоже много заказчиков, которые с внедрением сейчас проекта, ну, переход на Хану, и уже требуют, чтобы кандидат уже был с опытом работы в Хане, потому что внутри этой экспертизы нету, и хотят, чтобы, вот, внешний человек это все пришел и сделал, и ему нужно было обучать. Вот, ну, это Java, там, Opa, или, там, ORAC, или что-то еще. Вот. И нетипичный запрос, соответственно, Илья, прости. Ничего сверхъестественного у нас нету, то есть по кейсам мы тоже ничего не смогли вспомнить, прошерсти всех кандидатов, всю базу заказов на поезд. Вот. Из такого нетипичного у нас есть одна компания, которая запрашивает у кандидатов сделать тестовое задание, которое было вырвано из контекста, ну, их практики, работы. Ну, это все, наверное, из вас уже знают. Вот. И, соответственно, даже, ну, то есть встретились с той ситуацией, что даже крутые сеньорные торопяющики не могут его решить, потому что у них не было просто такого жизненного опыта. И компания думает, что этот человек не подходит только потому, что они могут решить их кейс. Ну, и, в принципе, кейс – это такой заряды вон выходящие, то есть они дают кейсы всем к саперам, то есть не только к пиащикам. Вот. Ни одна другая компания этого не делает, и поэтому это единственный нетипичный запрос. Но проблема, возможно, не в том, что они просто дают кейс, а в том, что этот кейс вырван из их контекста, они когда-то на практике столкнулись с этим вопросом, и они смогли решить, соответственно, они ищут человека, который к ним придет, и, если что, сможет ее решить, эту ситуацию. Но они не учитывают то, что они давно в этой системе, давно с этими настройками, и, в принципе, погружены в это. А новый человек, ну, возможно, ему понадобится некоторое время, чтобы вникнуть. Давайте я чуть-чуть покомментирую, чтобы было понятно, какой кейс. Нет, это безымянное, естественно, да. То есть это не то, что там напиши нам XSL мэппинг. Ну, то есть, допустим, что вам нужен пиащик. Вы можете выслать ему XSL задание, там исходный пилот, что надо получить, и сказать нам напиши XSL, напиши яму, там напиши миссейч мэппинг, тогда мы тебя посмотрим, ну, чтобы сразу было понятно вообще. Тут, когда мы начали с Еленой общаться на эту тему, я думал, что будет такое задание, да, такого уровня. Оказалось, когда мне там, я деталей его не помню, но там действительно был кейс, как примерно наполовину сложности у Сергея Федичкина в докладе, плюс его надо было делать только в системе, где можно было это воспроизвести. Когда человек ищет работу, у него нет системы часто под руками. Плюс сам кейс замороченный, и на него надо тратить время. И я посмотрел ответы кандидатов, которые мне дали анонимно. И я вижу, что да, человек написал правильно, что, во-первых, он написал, у меня системы нет, но я бы действовал так-то, 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 наверное, пошел бы отсюда, там, что-то там думал. Ну, нормально, здравый вид рассуждения. То есть тут меня смутило, что и случай замороченный, и невозможно сделать без системы, и вообще непонятно, зачем нам нужен человек, который вот на этом кейсе покажет прямо восхитительный результат. Может, он другого совсем не знает. То есть искали человека под вообще очень узкую задачу. Да, то есть если бы не было этого кейса, то позиция не висела бы там два года в компании и год у нас. То есть мы уже столько бьемся, и им нужен именно сеньор, то есть они уже не готовы брать там уровни ниже людей с тем, что про них уже такая негативная достаточно репутация на всем рынке, там, не только пиайщиков, но и, в принципе, саперов. Вот, и ребята, которые там из регионов готовы были бы там переезжать к ним и не знают про какую-то историю вот эту, они все равно эту историю там ставят на холд и откладывают туда недолгий ящик и продолжают поиск, потому что вот так. Вот. Собственно, по тем тем, которые хотели осветить, мы все рассказали. У нас есть несколько вопросов к вам. Вот. И если у вас есть к нам вопросы, тоже будем рады ответить. Да, как поступим сначала ваши вопросы, потом наш вопрос или наоборот? Все равно. Все равно. Окей, давайте тогда наши. Первый вопрос. Сколько из вас вообще сейчас работает на удаленной основе? Можете поднять руки? Не так много. Это как имеется в виду? Если в штате, в удаленной... В штате, но ты на удаленке. А, тоже считает. Да, тоже считает. Окей. А сколько... Спасибо. Сколько вообще всего из вас пробовало на удаленной и, ну, когда-либо работали по удаленной основе? Окей, значит, что-то не понравилось. Хотели у вас спросить, почему, во-первых, так тяготеете к удаленке, почему это, ну, зачастую, вот, если предлагаешь просто штатную позицию в офисе, это сразу нет. И это не просто наш праздный интерес. Мы хотим от вас услышать какие-то, может быть, аргументы, которые в дальнейшем позволят нам также продавливать заказчика и также аргументировать вашу позицию более там определенно, чем просто не хочу в штат. Возможно, есть что-то действительно, ну, за исключением факторов, когда вам два часа ехать до Москвы, например, и факторов, когда вы хотите по ИП взять несколько проектов сразу. Есть ли еще что-то, что прям действительно заманчиво в удаленке? Да, пожалуйста. А если вам предложат работу в отдельном, ну, в кабинете, да, где-то в вашей комнате, в перегородке, в суперотдаленный отсек, например, и в такой вариант мог бы подойти? А, в супермакшери, понятно. А просто, насколько я слышала с кандидатами, с которыми общалась, которые работают на удаленке, они зачастую все время, что они должны работать там, но с 9 до 6, например, должны быть подключены по скайпу там и быть на связи постоянно. Либо у них вообще там встроена камера в монитор и фиксируется все, что вы делаете со связанным шагом. Видимо, в паску, да? Зря вы проговорились, они об этом везде. Соответственно, хотела уточнить, если там, ну... Возможно, просто в офисе так же много шансов на то, что можно немножко похалтурить и пообщаться с коллегами, попить чаек, кофеек, расслабиться. То есть не всегда же надо просто сидеть и работать. В штат все готовы. Вот такие, если будет очень хорошая возможность, он дает поработать на другую компанию. То есть если будет возможность совмещать, да? Ну, слыша прекрасно понимает, о чем я. Ну, если будет возможность совмещать с другими проектами, да? Помимо... Неофициально, да. Ну да, я поняла. Хорошо, учтем. Может быть, еще какие-то аргументы? Ну, наверное, тема удаленки все-таки, да. И второй вопрос. Недавно общалась с кандидатом, звала на проект «Поддержка развития системы». И он мне сказал, как только специалист попадает на проект к одному заказчику, там, на поддержку, и будь то развитие, неважно, начинается деградация, стагнация и все. Хотела уточнить вашу точку зрения насчет этого вопроса. В целом, согласны, не согласны. И, ну, есть же развитие определенное в компании, есть привлечение нового бизнеса, есть открытие новых филиалов. Почему это не кажется интересным? Да. Скучно, да. Окей, еще какие-то, может быть, есть мнения по этому вопросу? Нет, ну, хорошо. Тогда спасибо большое за внимание. Надеемся, что не украли много вашего времени. И, соответственно, остаемся на связи в Телеграме. Спасибо. 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 Продолжение следует...